Всем привет, с вами Алиска на Бериллаб. Работаем с картами, собираем прогноз погоды на ближайшие дни, делаем вывода катаклизма. Начинаем с Атлантики, какие здесь процессы? Здесь вот такой вот протянутый жирный циклон, как какая-то личинка, не знаю, майского жука, что-то типа с этим можно сравнить. Смотрите, получается от Исландии с Гренландией и хвост тут идет до практически Азорских островов, дальше поворачивает на запад резко. Ну, здесь, кстати, вот формируется уже какая-то чуть ли не тропическая система, да, такая, похоже. И, смотрите, над Канарами здесь, судя по всему, тоже какая-то такая система интересная. Давайте чуть увеличим. Да, чуть западнее, но нет, здесь ничего такого вроде бы штормового не присутствует, но какая-то вот такая облачность все-таки есть. И основная вот циклоническая система сейчас находится над Британскими островами и Северным морем. Вот так она раскручивается, смотрите, хвост идет через Данию, Польша, выпускаются Балканы и практически через Греции доходят до западной Турции. Сейчас, если присмотреться, то здесь периодически случаются молнии. И вот, вот, видите, и смотрите, южное Средиземноморье. Как ни странно, такая облачность в линию выстроилась, да, практически от восточной части моря, от Ближнего Востока до Пиренейского и до Марокко. То есть, через всю южную часть Средиземного моря, как-то это необычно. А на Турции тоже есть какие-то вот ячейки. Мы видим, что хвост доходит до Балтийских стран, может быть, Калининградская область здесь. А дальше вот так вот идут грозовые фронты через Беларусь, Украина, через Нижнее Поволчье, сюда вот, в сторону Южного Урау, вот такой вот полосой, да. Южнее Каспия мы здесь видим циклоническую систему, которая переходит Туркменистан и Узбекистан, что тоже не характерно. Обычно для конца мая здесь уже устанавливается какая-то антициклоническая система, которая начинает там разжаривать, как сковородку в Центральную Азию. Ну вот вчера вот в Австрии интересное событие произошло, что над городом Грац произошел торнадо, но он где-то F0, может быть, F1, буквально несколько минут находился. Но при этом он сорвал отдельную черепицу с крыши, вырвал с корнем деревья, то есть такие мелкие разрушения, без каких-то серьезных последствий обошлось. Ну, торнадо тоже обычно это март-апрель, то есть в этом году как-то затянулся этот сезон, весь торнадо. Ну, что самое интересное, что вчера тоже произошел пылевой вихрь, и это было под Ярославлем, и в теплице находилась женщина. Так вот, этот пылевой вихрь поднял эту теплицу, и в результате женщина получила множество ушибов в связи с этим. Вот такие вот интересные новости пришли из Ярославской области. Также в Италии, вот здесь мы видим, что сегодня погода у нас опять, это запад Германии, восток весь Франции, север Италии, опять очередной циклон. В Альпах опять высыпает там снегом, высокогорье. Мне кажется, в этом году не удастся побегать на большой высоте, там будет, наверное, метров пять снега, он не успеет растаять. Здесь, конечно, не встанет какой-то антициклон, и Сахары каждый день не будет какой-то фен задувать. Вот, в этом году как-то, да, очень странно. Вот, как раз по этому поводу пишет юзер XR7, а не идем ли мы к новому ледниковому периоду. Так что, да, надо понаблюдать. А вот вчера в городе Сантена, который находится рядом с Туридом, завалило градом. То есть, там такой градовый покров довольно-таки плотный выпал и даже парализовало движение автомобиля. Так, вот, НАТО 18193 пишет. Представляю, в какой миксер попали пассажиры в самолете. Но не менее страшно оказаться без опоры на поверхности. Однажды была в любительском походе за орехами в Жигулевских горах и попали под ливень. Казалось бы, старый и пологий горный латшафт. Но мешанина из бешеной текущей воды, валежника, скальных пород и бог знает чего запомнилась нам всю жизнь. И это в относительно безопасном районе. В грязи были все, с ног до головы. Всем добра и Алексу персонально. Лайки и сердечки вам очень приятно. Спасибо большое. Вот, как раз про Италию. Ведь сам пишет. Жди в Италии, мамонт не подлета на пам-пам, пам-парам. Ну вот. Такой непонятный месседж. Так, Александр из Казани пишет, что 22 мая днем было плюс 23, ночью плюс 3 градуса. Перепады у вас сохраняются колоссальные, да. Ночью практически около нулевые значения, днем чуть ли не жара такая. Ну видно, что вот здесь установился антициклон, да, такая ясная погода. Ну вот, как раз над Балтикой очень тепло сейчас и прекрасно. А вот в районе Уральских гор и Северного Павловича наоборот. Там прохладно. Почему? Потому что антициклон, он крутится по часовой стрелке. Вот таким вот образом. Так, Женя 86 пишет, спасибо, у нас в городе Сургут вчера было плюс 24 лето, а сегодня все уже все. Плюс 5 градусов. Да, мы вчера смотрели, у вас было плюс 6. Видите, как лето очень быстро закончилось, да. Я его проспал. Я этот день проспал. Так, или провел на работе, как там шутка бывает, да. Оксана Шевченко пишет, благодарю. Алекс, вот из Питера пишет нам Татьяна Ладога. В Питере сегодня плюс 20, небо ясное. На днях было плюс 26. Пишут, что в пятницу будет плюс 27 градусов. Вполне возможно, потому что здесь очень теплый сейчас такой сектор находится. Так, приветик Светик пишет, Алекс, а если такие условия плохие, зачем ходишь в эти жуткие походы и три сердечка? Спасибо большое за сердечки. А что перегрузиться, знаете, полностью все перегружается, вся нервная система, восприятие, все, что было раньше, остается где-то далеко абсолютно, понимаете. И мне кажется, еще это и мужчине нужно для, ну, тоже, как бы инстинкты древние, да. То есть для того, чтобы вот эти силы, которые дремлют, они не херели, а сохранялись. Так, давайте дальше посмотрим, что у нас теперь в сибирской части. Вот здесь видно, это рябчатость такая, да, облачность показывает, что в Западной Сибири довольно-таки холодно сейчас. С южнее, здесь уже ближе к Казахстану, вот здесь как раз, судя по всему, такой фронт проходит. На самом деле это хвост от циклона, который находится у Новой Земли, чуть севернее. Вот он опускается через Таймыр сюда, к северному Казахстану. И здесь, возможно, какие-то непогоды. Часть этого хвоста идет к Южную Сибирь, в сторону Алтая, в сторону Монголии опускается, да, и в Забайкале. Вот что пишет юзер LN4. Сибирь, Кузбасс, дожди, плюс 12 и гроза, видите. Рассель 89 пишет, в Астане почти каждый день дождь, да, связано вот с этим хвостом, который опускается, и поэтому дожди, плюс мы видим вот здесь в горах Центральной Азии тоже у нас облачность. Так, юзер НК5 пишет, добрый день, где не могу найти информацию, что будет с Костромской области, что ждет. Вот лето в какую сторону изменение климата, и Татарстан, благодарю. Вы знаете, пока нельзя дать ответ на ваш вопрос, потому что мы не видим стабильности. Пока что мы наблюдаем над Балтикой, вот здесь, и с северо-западом РФ, что здесь становится антициклон. Насколько сильно он закрепится там, да, и тогда мы можем уже сделать определенные выводы, какое будет лето. Так, Ольга Шаламова пишет, вот-вот про аномальные осадки написал в телеге вчера, что в Казани наш район за 10 минут утонул. Дождь стеной был, настолько обильно, что люди бежали кто куда. Вот, спасибо большое. Да, вот именно так и происходит, то есть люди даже не ожидают какая-то небольшая тучка, и раз, и сразу вот такие серьезные явления. Так, юзер UG9 пишет, благодарю за обзор, три сердечка, спасибо вам огромное. А Елена Урала в Черногории также дарит три сердечка, спасибо вам большое. Так, ладно, о, смотрите, здесь это получается в самом центре Сибири, прямо сейчас какая-то гроза, судя по всему, здесь прохладно, но несмотря на это, ну как раз фронт, да, здесь идет со стороны Западной Сибири и Центральной. Здесь вынос теплого воздуха из Центральной Азии происходит в сторону Якутии, и на месте стыка этих потоков, как раз мы и наблюдаем сейчас грозу. Над Якутией, смотрите, устанавливается антициклон, это такой вот уже знак, что, в общем-то, там начинается лето. И, кстати, смотрите, тоже гроза здесь в восточной части, уже ближе к реке Колыма, судя по всему. Ну, так, затем мы видим, нет, ну это не на Колыме, это Лена все-таки, восточная Лена, но в ту сторону. Так, Магаданская область, мы видим облачность, накрыта, да, непогода, и то же самое Камчатка, часть Чукотки. А в Забайкале мы видим, что погода испортилась, вот за год пишет Комсомольск на Амуре, второй день идет дождь, очень умеренный. Но сегодня похолодало, утром шла на работу, было всего 3 градуса, но, как говорится, погоду, как и родину, не выбирают. Переживем и это. Ну, вот это правильный подход, так же вы пишете, всем мира и спокойствия, да, абсолютно правильно. Спасибо большое. Над Китаем мы видим, здесь облачность присутствует, такая растянувшаяся по широте, сметят Тибета, практически идет до Северной Кореи, дальше Япония, часть Соколина и идет дальше куда-то в Тихий океан, да. А вот этот циклон, смотрите, хвост такой через Алиуты идет через весь Тихий океан, здесь юг Японии, юг Китая и до Вьетнама доходит. Ну, а здесь вот уже мощные грозовые системы. Ну, и здесь, смотрите, кстати, и в районе Индийского океана, и в районе Бенгальского залива здесь образуются уже такие, как штормовые системы. Здесь даже можно хвост уже такой проследить. Так, над Австралией у нас непогода наблюдается. Ну, что-то в этом году Австралия вообще вся в непогоде. Плюс, смотрите, со стороны Атарктиды до Западной Австралии дотягивается такой очень длинный хвост, он уходит, до экватора доходит, на самом деле, вот здесь через Индийский океан проходит. Так, у Южной Африки здесь тоже какая-то облачность. Здесь на востоке присутствует облачность Африки. Давайте почитаем. Кстати, в Кении два человека погибли во вторник, когда сильный ветер тропического циклона Яли обрушился на различные части. Вот видите, все-таки от Мадагаскара все-таки сформировался тропический циклон, да, хотя сейчас не сезон, но они делают эти попытки. И вот циклон здесь сформировался, обычно здесь не формируется циклон в Южной Атлантике, но вот опять его хвост дотягивается до того же места, это Рио-Гран-де-Сул. И, ну, и там продолжаются проблемы, связанные с наводнениями, то есть и дожди продолжаются, и, в общем-то, пострадало там более двух миллионов человек, представляете, так или иначе затронуто. То есть, ну, ущербы, конечно, колоссальные. Так, давайте дальше посмотрим, что у нас. О, смотрите, Бразилия как-то по северу вот здесь улучшается. Ну, здесь есть ячейки определенные, грозовые, да, но в целом здесь в Латинской Америке стало почище. Сохраняется здесь Колумбия, Венесуэла, ну, вот здесь вот над Доминиканской Республикой Гаити вот здесь какой-то такой циклон формируется. К западу мы тоже здесь видим такие зачатки, смотрите, уже как будто первые ураганчики такие, да, пытаются образоваться, но пока еще не сезон. Мне кажется, с июня они начнут уже лучше оформляться. И вот сезон гроз в Америке просто не заканчивается, смотрите, каждый день мы получаем сообщения. И сегодня мы прямо сейчас видим в прямом эфире, это опять же и у нас Оклахома, и Восток Техаса, и Луизиана, Миссисипи, вот эти штаты, смотрите, вдоль всего Адирандака идут вот эти вот штормы. Это хвост циклона, который находится вот здесь между Гудзановым заливом и Великими озерами, вот вдоль него и проходят все эти процессы. Так, ну вот пять человек погибло в Айове, и, кстати, там погибла девушка, которая была охотником за торнадо, ее нашли в искореженной машине, представляете? Такая самоотверженная девушка, вот какие хобби бывают у людей, охотятся за торнадо, и попала в этот торнадо. Ну и сильные грозы прошли в штате Техас, и там выпал крупный град до 8 сантиметров в диаметре. Ну такой, да, если в голову попадет, то мало не покажется. Ну что, здесь еще на Аляске есть, есть у нас, да, штормовая система. Ну давайте посмотрим, как у нас по пожарам дела обстоят. Ну здесь что-то на севере Канады, непонятно, здесь вроде бы как бы прохладно, но какой-то вот дымок есть откуда-то. Ну не сильно пожаров нет, у нас здесь пылевые процессы в Сахаре, в пустыне Харавийского полуострова. Что-то горит в Китае, ну давайте посмотрим по азиатской части РФ, ничего нет, в европейской части тоже. Вот антициклон так вот красиво встал. Если посмотреть температуру, то как раз видно, что вокруг этого антициклона, ну наибольшей температурой как раз идут от Каспия, с стороны Украины, Беларусь. Так, вот Егор пишет, и Ленинградская область великолепной погоды, но пора бы уже и дождиком, дороги сильно пылят, да и палить все пора. Все бурно растущее зеленое. Так, Алекс, привет, и будь осторожен на прогулках таких. Одно неловкое движение может одарить немалым геморроем. Ну да, здесь риски определенные есть, но вы знаете, риски и дома тоже есть. Можно встать с дивана и ногу подвернуть, это тоже. И упасть можно, и всякие случаи бывают. Так, Виталий Виштарек пишет, из Полтавы спасибо, 4 дня подряд грозы. Да, и там, конечно, Денис Хантер радуется, делится в телеграмме своими снимками гроз, которые он ловит в Харьковской области. То есть, сезон идет вовсю. Ничего удивительного, потому что здесь видно, заток холодного воздуха происходит, да, вот в этом антициклоне. Он же из Центральной Азии, вот приводит через Каспию, здесь через ЮГРФ, через Приазовье, Украина, Беларусь, Балтика. Идет всю сторону Швеции, Финляндии, ну, соответственно, заходит Ладога, вот, такие процессы. Ну, сейчас в Скандинавии, обратите внимание, гораздо теплее, чем в Испании. Давайте вот заценим, ну, вот мы видим, 19-20 градусов практически, вот, смотрите, в Норвегии 24 градуса в Бергене, да. Ну, вот, в Прибалтике 22 градуса. Теперь давайте Испанию посмотрим, здесь 15, 14, 7, 18, ну, только Мурсия 20. Ну, Мурсия вообще, это самый юг, там уже должно жарить, но видно, что совсем не жарит. Это и в Италии тоже самое, смотрите, 21-22 градуса, то есть тепло только на самом-самом юге. А у нас вот здесь 13-16, вот такие вот температуры, совсем-совсем невысокие. Вот он, да, здесь Кривой Рог, 28 градусов, так вот, Кишинев, 26, Ростов, 26 градусов, Краснодар, 24 градуса, Харьков, 25, Астрахань, 28. А северная Павла уже тоже прохладно, здесь, смотрите, 10-12 градусов, так и в Москве плюс 18 градусов. Температура Южный Урал 8-11 градусов, Уфа 13 градусов. Вот он, ложбинка проходит, да, по-северному. Казахстан чуть южнее, хорошая погода, 22-27 градусов, в Туркмении плюс 31 градус, Бишкек 19 градусов, да. Для Алматы плюс 16 градусов, если посмотреть у залива, то здесь 36-41 градус. Ну, на Ближнем Востоке приятные погоды, где-то в районе 30 градусов. Ну, Каир вот плюс 40, берем, да. Ну, вот эта жара как-то обычно из Египта куда-то выходит, либо сюда, в сторону Ближнего Востока, либо в сторону Турции, Кипра. А сейчас она как-то такая зафиксировалась. Вот где реально жарко сейчас, это север Индии, здесь 46, Пакистан тоже там, очень такая жаркая погода. А Токламакан тоже здесь 33-35 градусов каждый день. Давайте Сибирь посмотрим. Юго-Западная Сибирь неплохо, здесь 16-22 градуса. Восточный 15-16, Касна, наверное, 19 градусов. Вот о чем говорят, здесь теплый воздух, да, и сюда подкрадывается холодный, поэтому ничего удивительного, что здесь происходят грозы. Ну, вот Якутия, здесь антициклон встал, и мы видим, что за 20 градусов поднялось, да, теплее в Якутии, чем в Испании сейчас. И идет сюда на север, в сторону Тикси, там, плюс 7 градусов, да. На Калайме тоже, ну, 4-10 градусов примерно такой. В Магадане плюс 6, Охотск плюс 7. А Надарь минус 1, Бедропавловск-Камчатский 3 градуса. Вот на Амуре похолодало 4-7 градусов, причем даже в Хабаровске. В Уссирийске 17 градусов, Южно-Скалинск плюс 6. А также Китай похолодал, смотрите, здесь. Ну, Пекин 25 градусов, и центральная часть Восточного Китая стала гораздо теплее. На юге не доходит до 30 градусов за счет дождей. То же самое в Индокитае. Так, давайте посмотрим Австралию. Здесь 8 градусов на Хобарте, 6 в Канбере, в столице, имеем в виду 10, в Сиднее плюс 16. В Сиднее, а на южном острове Новой Зеландии здесь 4-6 градусов такие погоды. Видно, что тепло покинуло Австралию. Ну что, давайте перелетим теперь в Америку, посмотрим, какие здесь процессы. Здесь такое умеренное тепло, без жары, все хорошо. Теплеет и Аляска, и Запад Канады. Прохладно находится только около Гудзонова залива за счет льдов. Здесь, но жары пока что мы какой-то не видим. А Южная Америка, здесь опять встал антициклон. Давайте заценим, какие там температуры. Здесь минус 8 мы видим, да, минус 2, минус 6. Вот такие температуры. Буэнос-Айрес всего лишь плюс 10. И даже Парагвай, смотрите, здесь стал прохладу ощущать. Юг Бразилии, Восток Бразилии тоже довольно-таки прохладно. На Сан-Паулу всего 15 градусов. Здесь тепло только в экваториальной зоне в Бразилии получается. Так, Южная Африка. Здесь 18-20 градусов. Все прекрасно. Видно, что жары там вообще нет. Под Сахарой как-то за счет ветров мы видим, что тоже нет больше, чем 40 градусов. Только в восточной части здесь районе Судана, Египта, Чада здесь высокие температуры. Вот такие вот мы сейчас видим основные тенденции. Давайте посмотрим, что у нас будет ночью. Какие процессы происходить. Ну, в принципе, прохладная ночь будет на большей части Европы. За исключением вот этой полосы теплого воздуха, да, который как серпом, вот так, такой серп, да. Если Каспий прям, как вот этот рабочий колхозница, памятник, так и здесь такой же серп идет от Каспия до Мурманска. Но вот в районе Урала здесь из северного Казахстана будет и Западной Сибири реально прохладно. Ну, а вот в восточную Сибирь, в сторону Якутии, здесь вынос теплого воздуха. Якутия уже свой центр здесь тепла сформировала за счет длинного дня. Поэтому там все хорошо. На Дальнем Востоке вот будет прохладно. Давайте посмотрим завтра днем, какие будут процессы. Завтра будет такой хороший жаркий денек в юг Восточной Европы, около Балтики. И смотрите, Балтика дарит уже и Беломорье, и даже до Северного Урала чуть ли не будет дыхать до Коми. До Западного Коми будет там гораздо теплее, чем, допустим, будет в Поволжье и Северном Казахстане. Сюда вот клин идет со стороны Таймыра, такого холодного воздуха в сторону Центральной Азии. Видно, что в самой Центральной Азии как-то не жарко. Ну и выносится в сторону Якутии. Если посмотреть, где какие процессы будут, Европа вся будет также тонуть. То есть, в этом году там все сгниет, судя по всему. Также непогода будет с Кавказа, Кавкази, около Каспии, через Казахстан проходить. И вот такой полосой хвост проходит прямо через Центральную Сибирь. Так, ну что, можно посмотреть, давайте завтра, что у нас будет в Штатах. Опять очередной циклон по Великим Равнинам. Теперь опять завтра будут мощные огрозы. Давай теперь посмотрим температуру, которая у нас будет во вторник, 28 мая уже. Ух ты, смотрите, здесь настоящее лето. Настоящее лето становится антициклон. Вот интересно, насколько продержится ли он до июня. И здесь вот вынос жары как раз в сторону Польши, в сторону Швеции. Вот Швеция в этом году, конечно, и Норвегия получает дивиденды. А Западная Европа, знаете, так и остается в каком-то холодном, дождливом мешке. Ну, хоть Франция, хоть юг Испании начала прогреваться. И то же самое, смотрите, процессы, которые происходят на Северном Урале и Западной Сибири, в север Казахстана, в сторону Алтая, и Южную Сибирь, кстати, тоже здесь заток холодного воздуха. А в Якутии, наоборот, вынос теплого воздуха. Вот такие процессы нас ожидают в ближайшее время. Ну что, на этом все. С вами был Алекс. А, вот, погодите, у нас Захар из Кривого Рога написал. Спасибо, у нас засуха. Завтра должна быть гроза. Вот такие вот новости. И Алексей Васильевич пишет. Всем привет из Иркутска. Давненько не писал, потому что повода не было. Весь май стояла стабильная погода. Порой даже теплее, чем во всей Европе и России. Последнее время днем было до 27 градусов. Ночью где-то плюс 10. И вот появился повод. Сегодня холодно. Ночью дождик был. До обеда дубак был, пока солнце не показалось. Сейчас время 15-55. Температура всего лишь плюс 15 градусов. Вроде бы как единственный день такой. Дальше снова в норме все обещают. Всем удачи. Да, потом у вас также будет вынос со стороны Центральной Азии теплого века. Так, полвека в этом месяце отметил. Это можно не оповестить. Ох, извините, уже оповестил. Ну, поздравляем. И давайте все поздравим Алексея Васильевича с достижением этой значимой даты. Ну, а с вами был Алекс, канал Береглабжи. Отличного провожения.